Специальное табло на входе. На нем температура воды и воздуха, чтобы каждый смог оценить свои силы. Специальные мачты освещения, запитанные от переносных генераторов. Здесь их четыре. Машина скорой помощи и два экипажа спасателей с гидрокостюмами. Общее число дежурных полицейских, медиков, спасателей, казаков – около ста человек. В этом году у нас штормовое, конечно, по Благовещенке. Там чуть-чуть ребятам потяжелее сегодня будет, там попрохладнее. Но в Анапе, как мы видим, погода нам сюрпризов не делает. Кто-то пришел, чтобы попробовать для кого-то этот дань традициям. Приходили компаниями и семьями. Протоиерея Александр Карпенко, который проводил чин освещения воды, сравнил Черное море с Большой купелью. По его словам, традиция окунаться в крещение добрая, хотя и не церковная. Дорогие, с верой нужно приступать к этому. Неправильно говорят то, что грехи смываются, когда ночью на крещение копаешься. Неправильно. Это все язычество. Грехи смываются слезами, слезами покаяния, в таинстве исповеди. И как бы мы не моржевали каждый день и каждую ночь, но грех остается грехом, покуда не будет прощен Богом в таинстве церковном. На всякий случай лодка, хотя заплывать далеко никто особо не пытался. Заход по Анапске, с пляжем. По словам Ивана Хадарина, вода бодрит. В крещенскую ночь к морю пришли около двух с половиной тысяч жителей муниципалитета. Как говорят в городской службе спасения, мероприятие прошло без происшествий. Александр Ребекко, Михаил Григорьев, Анапа. Регион.